здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы разберем с вами вот эти вот шортики очень быстро потому что очень просто опять будет простите меня но без этого никуда реклама моего видео уже вышедшего летом где я вязала вот эти вот штаны гамаши девушка там написала в комментариях джоггеры актуальное название для них с чем я согласна спасибо вам вот образец фотографию прислала моя подписчица как обычно в основном большинстве своем да в основном я разбираю то что присылаете вы по вашим просьбам к сожалению я не сохраняю имен девчонки вы меня простите потому что я просто когда приходит сообщение и я его заскринила на фотографию я сохраняю фотографии а потом уже потоки сообщений я не в состоянии найти автора ну как бы кто мне присылал в общем эти шорты я помню эта девушка по моему платье вчерашнее прислала вот эту туничку и эти шорты если я правильно помню девушка отзовитесь вот поэтому за это прошу прощения за то что я не называю имен вот значит что чего мы начнем связать вы их можете я сейчас буду объяснять основываясь на свое видео потому что там я подробно очень подробно как подробно вязать и сколько вязать и как мерить это все есть в этом видео так что пожалуйста перейдите по ссылочке и посмотрите вторая часть видео в первой части я объясняю как вязать штанину вот снизу до верху и рассчитать там добавление петель вот здесь же нам этого ничего не нужно вам нужно посмотреть только вторую часть но еще если хотите изменить пояс потому что здесь он пришить девчонки что мне кажется совершенно лишним да не нужны лишние швы и уплотнения у нас будет деталь только вот это вот средний шок сзади спереди начинаем мы вязать снизу мы меряем ногу бедро как бы ну верхнем будем рисовать наверно да давайте будем рисовать что нам нужно измерить значит меряем вот здесь вот ногу да вот сколько у нас здесь нога допустим 70 сантиметров опять же берем образец не важно какая пряжа у вас будет не важно какая плотность и не важно какие нитки и какие спицы вы выбираете пряжу которая вам нравится вы смотрите на этикетке рекомендованные спицы и вы вяжете образец девчонки вы как бы очень часто вопросы задают а пряжу а какую пряжу но не могу я девчонки вам посоветовать я могу так посоветовать только то что я держала в руках но если я не держала эту пряжу в руках и не могу ее вот так вот с интернета взять вами посоветовать правильно поэтому советуйтесь в магазинах советуйтесь здесь пишите в комментариях вот чтобы вы посоветовали вот помогайте друг другу девчонки я же говорю если бы я жила в россии и имела возможность посмотреть на пряжу которая продается у вас а лизая вот разные которые я же говорю те которые я держала в руках те я могу порекомендовать а вот то что есть у вас но нет у меня я не могу к сожалению вот затянула видео заболталась ладно меряем ногу меряем ногу и вычисляем по плотности вязания сколько по видео еще одно под видео ссылочка будет как рассчитать количество нужных петель вот у вас допустим 70 петель бедро да вам нужно штанину эту 70 петель но но у нас есть где-то 5 сантиметров на свободу облегания хотя вот здесь вот у нас есть складочка вот здесь вот вы решаете она и даст эту свободу облегания вот 5 10 сантиметров это тоже уже на ваше усмотрение это плюс обхват это не полу обхват а это как бы целый окружность бедра 70 петель и к этой окружности вы добавляете 5 или 10 сантиметров плюс к этому да это то что мы хотим то есть вот эти 5 или 10 сантиметров они уйдут у нас вот вы вычисляете сколько у вас петель значит ой 70 петель 70 сантиметров здесь господи сантиметра значит допустим 10 сантиметров у вас 80 сантиметров получается окружность с этим припуском 10 сантиметров вот вы вычисляете сколько это петель допустим 150 и набирайте 150 петель на круговые спицы вот снизу мы вяжем на вот эту часть на круговых спицах вот таким вот образом вяжем в круговую в круговую мы вяжем вверх это все дело ровно немного 7 сантиметров 8 сантиметров но возможно 10 сантиметров это уж тоже зависит от ваших ног пожеланий и и предпочтений да возможно вы захотите отворот сделать что-то уже возможно там еще будет плюс далее вы все вот эту часть вы как бы вяжите в круговую вот именно саму ногу вот здесь вот сюда вот это у нас вяжется эта часть круговую этого шортика далее мы это вязание разделяем на одиночной и нам нужно вот этот вырез сделать средний шов назад и наперед и вот почему я говорю у вас должна быть в разложенном виде то есть в разложенном здесь у нас цельная это я так раскладываю как оно должно быть в разложенном если уж совсем трудно понять делайте со швом вот внутренним швом и у вас получится вот такая деталь здесь у нас будет выемка маленькая а здесь поглубже на попу но выше вот таким вот образом эта деталь у нас как бы выглядит но вот эта вот часть у нас вот здесь вот цельная да вот так вот мы будем делать эти углубления как же рассчитать и сделать правильно вот эти углубления девчонки это еще на 20 минут видео пожалуйста перейдите по ссылке те кто уже вяжет посмотрите медленно посчитайте и сделайте там сокращение вот в зависимости тоже там рассчитано как рассчитать независимо от пряжи так что не переживайте вы все очень легко это все просчитаете и свяжите одну детальку и вот этот вот с этим скосом я вот не помню то ли нужно третье видео смотреть если там этого скос ну я думаю по моему там вот вот с этим скосом вот во втором видео которое я оставлю заднюю деталь и вторую деталь вы вяжете точно такую же только внимание чтобы она у вас как бы была передняя состыковалась и задняя состыковалась там изнаночными сторонами лицевыми чтобы не было так чтобы перевертыш получился вот и вяжите две такие детали потом мы просто вот этот вот средний шо сшиваете все есть в этом видео далее что касается далее здесь вот вы делаете защип в том видео девчонки что единственное я хочу сказать вот здесь вот сзади сокращение вы их не делаете потому что у вас этот избыток как бы петель он уйдет в защиту вот уже когда вы связали вот эту часть сшили если вы либо закрываете либо оставляете на спице и продолжайте вязать пояс что я рекомендую очень сильно оставить эти спец петли на спице что в моем третьем видео вы свяжете пояс там я объясняю как связать несколькими способами либо риск на резинку либо высокий пояс тоже там все объяснено поэтому смотрим я же говорю видео получится реклама то что я увидела эти шорты я поняла что их можно связать по моему видео дать да не можно а нужно потому что расчет один и тот же лицевая гладь все все одно и то же пояс другой и защипы все девчонки так что смотрим два первое видео вам не нужно вы просто вот набираете вычисляете сколько вам нужно петель смотрите 2 и 3 выбираете вариант пояса защипка делаем вот когда мы сшили шагу этот средний шов одеваем на себя и булавочками просто меряем вот так вот себе складываем пополам да и вот таким вот образом здесь мы прошиваем и раскладываем вот этот вот вот так вот видите что не загибается два листа оторвала вот таким вот образом то есть вот здесь вот у вас будет шито а здесь вы просто разложили сшили там буквально максимально на 4 см а здесь защипик расходится и все и делает тот эффект как на фотографии вот и пояс пояс тоже вы любой можете связать какой вы хотите хотите на штурке как у спортивных шортов хотите высокий тоже бежите как хотите можете даже без вот этого защипа тогда вам вот это видео не нужно вернее здесь вам хватит 5 сантиметров плюс как бы то есть нужно вам нужно посчитать петли плюс 5 сантиметров вяжем по второму видео добавляем пояс все вам готовы шорты хотя кстати девчонки вот я чем больше их вижу в интернете тем больше я убеждаюсь что это очень крутая вещь во первых тепло вот в кое-то веки все женское прикрыто правильно же под колготки сапоги или красивые ботинки все все самое важное прикрыто и все в тепле шикарная вещь все девчонки на сегодня все с вами была вика и школа рукоделия всех с наступающих всех люблю всех по всем пока пока